Так, девчонки и мальчишки, всем привет! Привет! Промачиваю горлышко, думаю, начнем с легких напитков. Слушайте, я совсем забыла, Женечка, я совсем забыла. Мне же уже можно. Я приврала Бейлис на самое видное место. Вот она. И забыла про него. Короче, все. А лекарства уже не пью, уже можно в Бейлисе хлебнуть. Я думаю, может быть, завтра сделаем прямой эфир. И на прямом эфире на Ютьюбе. Кстати, можно прямой эфир еще, знаете, где делать? На этом, на Одноклассниках. И всем спасибо. Я призвала всех подписываться на Одноклассники, у кого есть профиль, да? Потому что, ну, меня туда пригласили, как бы, как приглашенный автор. Ну, многих пригласил, не только меня. И как бы надо все равно набрать тысячу подписчиков. Пока 150 набралось. Большое спасибо всем, кто подписался. Ссылка на Одноклассники под видео, под каждым оставляю на группу. Пожалуйста, подписывайтесь. Там будут, пока я там публикую видео. Некоторые новые, но большинство, как сказать, стареньких, которые такие, ну, информативные, которые несут какую-то информацию. Не просто вот так по болтушке, а хоть с какой-нибудь информацией или что-нибудь интересное такое. Не могу прям, кое-как в меня идет эта вода, такая простая. Минералку завтра съездят, купят они. Мы сейчас съездили в магазин, наконец-то. Как съездили? Пешком сходили, да, ведь съездил, я пешком что-то... А у меня же кофе есть. Что же? Что же я совсем забыла? У меня же кофе стоит. Я же налила, хлебнула и убежала. Я что поперлась, хотела посмотреть кур. У нас говорят, кур где-то тут вчера, позавчера, что-то по новостям края муха зацепила. Давидович тоже говорит, о, типа, скоро будем дешевле питаться будет черной икрой, чем курами, ну, этим мясом. Я говорю, а что такое случилось? Он говорит, что-то, короче, вышел какой-то новый закон. То ли вышел, то ли еще... Я вот сейчас, чтобы не соврать, да, это как бы я вам скажу на уровне слухов, что, короче, новый закон о защите животных, вот это вот всякое есть, чтобы куры жили, как сказать, им определили метраж на человека, ну, то есть на тушку. И поэтому заставляют, значит, производители, вот, ну, кто вот курами-то ведает, вот эти, как они называются, чтобы они, короче, делали побольше помещения, то есть, ну, вот это вот все. Ну, и, соответственно, проредили кур. Ну, то есть, вот, получается, и на меньшей, на большей площади обслуживания, ну, то есть, тратиться надо будет, меньше кур посадить, ну, соответственно, цена вырастет, да, получается очень дорогая. И что-то я не поняла, то ли уже приняли этот закон, то ли еще только собираются, короче, я не вникала, но сам факт, что я побежала посмотреть. Так, сегодня мы купили. Как всегда, еще интересные истории, сейчас я вас переключу. Вот такая у нас, получается, интересная история. Сегодня немножко другой набор, ну, как, основной, конечно, но немножко другой. И вот как бы мы ни ходили, да, какой бы набор продуктов не покупали, идем ли мы покупать мясо, или идем мы покупать всякие глупости, да, у нас все равно уходит полтинник. Плюс-минус там 3-4 евро, да, но все равно полтинник. То есть, как бы в магазин не выйдет. Вот, например, мы же бумагу и краску, допустим, не каждый раз покупаем, а бумага, я тут чек швырнула, бумага 4, что ли, евро, как-то так она. Сейчас скажу, сейчас найду. Я его так неуважительно бросила, вот сейчас. Сейчас найду. Бумага, бумага, большая, папель, где она? Где папель? Так, еще на сейте. Турон. Блин, не вижу, девочки. Ну, короче, что-то она... Доброе, а, вот она. 4,40. 12. Сколько? Да, 12, по-моему, штук. Короче, 4,40. Краска 4 евро. Ну, то есть, вот 8, да, по идее. 8 евро. Обычно же мы не тратим на это. Ну, короче. Все равно получается полтинник. Как не выдрючивайся. Что? Кошка сегодня какая-то нервная целый день. Короче, купили опять. Желатин. Йогурт в баночке. Цены не изменились. Цены, кто смотрел. Ну, постоянно смотрят. Цены все те же самые. Чего их по 10 раз рассказывать. Единственное, что я себе купила... Ай, падает. Падает. Я себе купила эти сосиски вот такие. Они 400 грамм. Сейчас скажу. Что, вылезли из кадров. Ну-ка, все в кадр. Так, сальчи, часы, где они? Да что я все теряю-то? Просто невозможно. Короче, они что-то... А, вот они самые первые главные идут. Евро 82. Евро 82 за 400 грамм. И еще, знаете, что купили? Свят, что обычно не покупаем. Начался сезон туронов. Вон, Давид, нашел себе этот турон. Вот он есть такой мягкий. Есть твердый такой, знаете, на грильяж похож. На такой, на наш. Ну, то есть орешки. Миндальные тоже там. Они в такой... В жесткой заливке, так скажем, как с вафелькой. И много-много сейчас разных. Я уже не стала там снимать. Так много народу. Мы уже вечером пошли. И купила, смотрите. Что, хлеб, который появлялся? Тебе, конечно. Ну, как вот кошки-то тут? Как же без нее-то? Тебе зачем? Ну, тебе зачем? Что за обезьяна? Нет. Тебе потом. У тебя есть вон стоит хлеб этот. Ну, хлеб он здесь называется. Такая, как сказать, сладкая штучка. Сладкая она вроде. С финиками и с миндалем. Еще бывает... Еще с чем-то бывает, по-моему... Датели. Как они? Короче, вот эти пальмовые, которые, ягоды. В общем, они бывают разные, но пока только вот такая... Ой, штука Паку очень нравится. Сейчас мы с ним что-нибудь, чайку-то и попьем. Ну, я попью чайку, он не знает, что попьет. Должна прям так мне их захотелось. Ну, и все из экстра. Больше ничего и не купили. Да? Ириска. Ну, вот уж, вот, считай. Вот 51 евро. Я говорю, вот плюс-минус. Всегда получается вот на одну и ту же сумму. Волшебство какое-то. Как в магазин не пойди, полтинника нет. Все, как бы там не выбирал, не выгруживался, все равно полтинника нет. Я, девчонки, вон вам что хотела показать. Смотрите, папа радостно притащил откуда-то. Так, давайте-ка, на свет божий вытащим. Вот, что-то здесь темно, просто все. Вот так вот. Вот так вот. Короче, притащил откуда-то гранаты. Я забыл спросить, откуда. И все это мне радостно засветил. Так, давайте я вас лучше поставлю. Чем мы так стоим? Такое вообще неудобно одной рукой. Я не знаю. Я вам покажу. Я вам сейчас покажу. Смотрите. Тыковку-то одну, понятно. Вот эта тыква такая нормальная, да? Ну, такая обычного сорта. Тыква. Гляд. Такая. Не знаю, как называется. А вторая, он говорит, тоже тыква. Но она какая-то мочалистая. Кто знает, что это такое? Приберемся немножко. Подальше поставлю. Место катастрофическое. Короче, кто знает, что это такое? Как это едят? С чем это едят? Паку говорит, из нее что-то делают мочалки, что ли. Ну, едят тоже и делают мочалки. Поэтому, что это такое за фрукт? Ой, за этот, за овощи. Я даже не знаю. Короче, вот. Кто знает, пишите. Ну, пожалуйста, как это называется? С чем это едят? Вообще, если честно, я тыкву не люблю. Я понимаю, конечно, что говорят люди, что и каша тыквенная там вкусная из нее получается, да? Идемте-ка я гранатик зарежу. Лучше покажу, какие гранаты здесь внутри. Ай, все, упал. Я понимаю, что этот, и кашу с тыквой едят. Что она, да? И так ее запекают. Сейчас. И так ее запекают. И еще как-то едят. Ну, и суп варят. И крем-суп. Я все понимаю. Но я не люблю. Вот прям меня вот хоть убейся об стену, я не люблю. Единственное, что я люблю из тыквы, это тыквенный сок. Вот все, хоть как. Меня, конечно, если пацаны больше желают, я, конечно, им приготовлю. Но я сама не ем. Вот я понимаю, что меня будут все убеждать, что это вкусно. Но я не люблю. Так, девчонки, смотрим гранаты. Знаете, меня что здесь удивило? Что здесь гранаты практически белые. Я не знаю, то ли сорт такой, то ли что это такое. Ага, милочка. Палух. Как так помылось? Откуда он вылез? Сейчас еще раз спала. Вот вчера ведь только, я сегодня ролик-то выложила, который с ящеркой. Это, короче, на соседском балконе поселилась ящерица. Она была вот такая маленькая, и она, зараза, растет, растет, растет. И она уже так, как крокодил, блин. Серьезно. Так. Сейчас покажу. Эти гранаты, они белые. Посмотрите на них. Вот они белые прям. Вот такие, но сладкие. Причем, когда мы на всяких этих спортивных мероприятиях-то, помните, ездили? Я тоже, ну, снимала там, да? Вот эти вот гранаты, там прям ведрами, то есть, ну, они чищены уже, вот эти семечки. Их прям вот так стаканчиками черпали, и, значит, раздавали всем кушать. Но они... Вот так вот прям берешь, а как гранатовый сок, ну, жуешь. Косточки мягкие. Ну, они белые. И что, так удивилась, думаю, незрелыми, что гранатами кормят. Нет? Сколько вот не это самое, да? Это они вроде бы все. А я привыкла, чтобы гранаты были такого хорошего. Такого... Ну, он и цвет такой, гранатовый, да? Гранат называется. Такой темно-красный. Я привыкла, чтобы они такие были. Ну, не знаю. Ну, ничего, такие вкусненькие они. Я один сажала. Сейчас второй сожру. До ужина еще время есть. Ну, вот. Ну, все. Отчиталась, показала. Да? Можно пока не... О-о-о! Опять нимк над головой. Можно пока не переживать, что это самое... Куры подорожали. Нет, еще не подорожали. Еще пока держатся. Ну, все. Всем хорошего дня. Или вечера, или ночера. Выходных, кто когда смотрит. Всем пока-пока. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok